Ранится с белорусским радою протягивается, а правовы понеделок стартуя. И у студы Андрей Синица. Настасья Ермалюк, по раннейшему Виталию Тишенко за гукорежиссерским пультом. У нашей студы и так само и суразмоуцы, и кие докладно ведают отказы на т.п. Тани, и кие есть у нас, и кие есть у слуха шоу. Ну смотри, тему мы уже озвучивали, потому что нужно нашим слушателям все-таки собраться с мыслями. Еще раз, тема у нас сегодня такая, преимущество завещания при наследовании. Только такая и никакая другая. Тема мне так падается, яна заусюды на вуснах. Яна заусюды актуальная. Аля пытания есть. Чакай, на тарыусы у студы у нас сегодня Наталья Друсь и Игорь Былинский. Уважаемые гости, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Тема актуальная, потому что, мне кажется, когда звучит в теме слово наследование, тем более слово завещание, то актуальность тема Х2. Такая, знаете, сразу становится. Что ж у нас завещание, это хорошо, завсегда хорошо, как говорят. Ну, если так сказать, для наследства завещание, конечно, это очень хорошо. И в чем прелесть вообще и преимущество завещания, когда самостоятельно завещатель, либо наследодатель определяет судьбу своего имущества. И, конечно же, когда вы распределили уже свое имущество при жизни, в последующем наследникам всегда проще знать вашу волю и что вы хотели выразить в своем завещании. Поэтому важность, конечно же, есть. Но, опять же, нам нужно понимать, что завещание же не всегда пишется, если один наследник. Вот часто у нас же бывают вопросы. У нас один наследник или я там наследник единственный? Нужно ли кому-то, маме, папе, писать завещание? Ну, просто, когда уже такое завещание написано, все равно оно определяет волю завещателя. Если брать как процедуру самого составления завещания, оно несложное. И если человек на своем жизненном пути решил его составить и прийти в нотариальную контору, то, конечно же, это положительно. Ну, единственное, что здесь наследство будет наследник принимать не по закону, а по завещанию. И просто как такой пунктик, наверное, в жизни он будет исполнен, что вот я действительно завещание написал. Единственное, что завещание, вот всегда у завещателей складывается такое впечатление, что его нужно писать на последних этапах жизни. То есть вот, или мифическое такое представление, если написал завещание, что значит, ну, все на этом. Последняя черта подведена, да? Да, да, да. То, конечно же, это всего лишь жизненное такое неправильное понимание, наверное, завещания. Ну, то есть это просто процедура. Это просто процедура, да. Которая поможет нам быть уверенным насчет своего имущества. Вот я так понимаю. Поэтому, согласно законодательству, завещание можно составлять уже с 18 лет. И как процедура, она, как я говорю, безболезненная. То есть... Ничего не случится. И если вы для себя определили какой-то путь, всякие ситуации бывают, у кого-то не совсем хорошо все в семье, у кого-то не совсем хорошо с детьми, у кого-то не совсем хорошо с родителями. Поэтому на этом жизненном пути, если вы решили его составить, то, пожалуйста, приходите. И огромный плюс завещания в том, что когда вы его составили, завтра у вас ситуация поменялась на жизненном пути, изменилась в лучшую сторону. Пожалуйста, вы пришли, его переписали. В этом и есть плюс завещания, когда вы... На сегодняшний день это завещание не имеет никакой роли для вашего жизненного пути. Тем более здесь еще плюс тайна нотариального действия. Вы могли его составить, где-то себе аккуратненько положить. И оно прекрасно... Никого не предупреждать. Никого не предупреждать. Но оно все равно будет прекрасно работать в последующем. Поэтому, конечно же, плюсы есть при составлении. Есть у нас вопрос. Да, вопрос сразу есть. Ну, я так понимаю, для тех, кто слушает, для успокоения собственного. Леонардо Иосифовна позвонила. Ситуация такая. Муж умер. За ним, как она говорила, числился дом. Дочери отказались от наследства в пользу мамы. То есть вот сейчас жена Леонардо Иосифовна отследовала весь дом. Вот нас спрашивают, что в случае ее смерти, так как дочери уже отказались один раз... Этот дом кому будет? Но дочери ведь отказались от части отца. Дочери отказались от той доли, которая принадлежала отцу. А на сегодняшний день целиком собственником этого дома будет являться вот эта супруга. И в последующем, когда с ней что-то случится и будет нотариусом заведено наследственное дело, дочери получат в равных долях или, ну, если там кроме дома еще там какое-то имущество, они могут и разделить это соглашением. Ну, в общем, а то, что они сейчас отказались, это никак... Да, это другое наследство. Вот это, да, я и сказал. Когда будет заводиться новое наследственное дело, то опять будут процедуры, и опять нотариус будет спрашивать, хотят ли, могут ли, не хотят. У некоторых, когда, вот, наследников, когда они подписывают, вот, как в данной ситуации подписывают отказ, у некоторых такой страх, что, да, я вообще от всего отказался, и вообще больше никогда ничего не ожидали. Но это не так. На самом деле они уже будут наследовать после мамы в наследство, и поэтому проблем здесь никаких не должно быть вообще. Есть один такой важный момент, когда мы говорим про завещание. нам нужно для того, чтобы его оформить, и для того, чтобы все было согласно буквой закона, прийти в течение... Подхватывайте меня дальше. В течение. В течение шести месяцев. То есть для... Опять мы возвращаемся к этой теме для наследства, потому что для нас, для нотариусов, она все равно остается болезненной. У нас наследники не хотят нас слышать, наверное. Не хотят приходить вовремя. Не хотят приходить вовремя. Но мы просто говорим, и в очередной раз хотим подчеркнуть, что если открывается наследство, его нужно прийти, открыть в течение шести месяцев. Не пропустить этот срок. Процедуры, конечно, если уж так случилось, что пропустили, чуть-чуть другие, но если вы хотите урегулировать семейные вопросы между наследниками, между собой, какие-то заключить по следующим вопросы соглашений, то, конечно же, лучше прийти в течение шести месяцев. Если после. Ну, пришли к вам люди после. Что тогда? Ну, там целая процедура. Вот дело в том, что... Там целые эпопеи. Да, там все зависит, почему важно прийти до шести месяцев. Потому что в этот период есть возможность отказаться от наследства, или кто-то вообще не будет вступать в наследство. Это, ну, есть, скажем так, есть маневр. Можно принять какое-то правильное общее решение, ну, чтобы не усложнять эту ситуацию. Потому что часто кто-то и не хочет вступать в наследство. Хотя, кажется, это кажется как-то, ну... Плохо звучит, но тем не менее, да. Ну, разные бывают наследства разные, и мы все это знаем, обсуждаем. Поэтому, чтобы не усложнять ситуацию, нужно всегда подойти, проконсультироваться и прийти к нотариусу до шести месяцев. И тогда часто снимаются многие вопросы, которые потом усложняют оформление наследственных прав. Опять же, можно сказать, что в течение этих шести месяцев вы можете как вступить в наследство, ну, грубо говоря, так и отказаться впоследствии от него. Да, 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 конечно. То есть тут есть, вот правильно я сказал, есть место для маневра. Ну, то есть как бы взвешенное решение можно будет принять обдуманное после определенного периода времени. Не просто прийти и получили информацию, что все, больше ничего нельзя сделать, только так и только так, то до шести месяцев эти все моменты можно урегулировать. Тем более есть такое понятие, как фактическое принятие наследства. И когда человек уже принял, он уже обратно не сыграешь. Уже придется оформлять, уже придется принимать это наследство. И на кому-то вероятно... А что значит фактическое? Давайте еще раз объясним. Ну, фактическим принятием наследства считается в этот проживание с наследодателем по одному адресу, в этот... В наследуемом имуществе. Да, в том числе и в наследуемом имуществе. Вот. И тут уже, уже как бы все. То есть, грубо говоря, если вот отец с сыном, например, жили в одной квартире, отца не стало, сын, даже не зная о том, что у этой квартиры, например, у хозяина были долги на эту квартиру и так далее, и так далее, он вступает фактически в наследство. И уже потом не... Даже не подавая заявление, он уже принял наследство. Вместе с этой квартирой, например, и с теми же долгами. Или же вот если усложнить вашу ситуацию, например, если в наследство еще входит жилой дом, в котором прописана бабушка, и которая совершенно не хочет вступать в наследство, то по истечении шести месяцев она тоже считается принявшей наследство и этого жилого дома, и этой квартиры. Когда я не хотел, не знал, не понимал, если бы до шести месяцев наследник пришел, рассказал ситуацию, мы, конечно, бы разъяснили о том, что нужно бабушке подойти и отказаться от наследства. Тогда процедура по оформлению и самой квартиры, и жилого дома было бы намного проще для наследника. А вы обязательно должны разъяснить все нюансы? Конечно. Либо какие-то вопросы оставляются на свое усмотрение? Конечно. Секретик. Ну, согреть еще-то пользу, грубо говоря. Мне кажется, это как и у доктора. Нужно получить всю информацию согласно вашего имущества и согласно вашей жизненной ситуации. Поэтому... Поэтому оформление наследства – это достаточно длительный процесс. Это не 15 минут. Для этого и время выделяется, соответственно. И в основном все работают по записи. И уж точно не шаблонная ситуация. То есть даже если мы с вами разбираем вопросы, которые задают граждане, то это не значит, что это подходит под вашу ситуацию. Все равно все ситуации разные. Но так или иначе у всех бывают разные какие-то особенности, и что влияет на общую картину. Кстати говоря, ведь можно не только по поводу этих шести месяцев, можно ведь не только прийти, но и написать. Конечно. То есть... Когда мы не можем прийти, например, наследники где-то за границей, в общем, в такой срок они приехать не могут, что тогда делать? Тогда можно просто написать заявление в нотариальную контору о том, что я принимаю наследство в простой письменной форме. Единственное, что нужно указать, фамилию имя отчества умершего, где он проживал, это важно, дата смерти. Ну и, конечно, степень родства. Кто по степени родства? От себя пишите заявление, фамилия имя отчества, и отправляйте по адресу конторы последнего места жительства наследодателя. Такой момент по городу Минску здесь проще, потому что у нас наследство без границ, можно в любую нотариальную контору города Минска, если умерший проживал в городе Минске. Ну и по областям, согласно, вот по месту жительства умершего. Кстати, если уж мы про завещание сегодня, вот именно на завещании, на этом документе мы делаем акцент, когда приходят люди писать завещание, нотариус ведь ничего не проверяет? Ну, состав имущества не проверяет? Нет, нотариус может, если дать какую-то консультацию, если люди принесли документы, потому что часто они завещают, например, я завещаю квартиру. Ну, вообще лучше, чтобы они уже готовые к вам приходили с какими-то документами, да? Наверное, так проще. Ну, готовые, знаете, это то же самое, что в какой-то другой профессии, с готовым там... Ну, тут такая работа, которая не все знают. Ну, хорошо, если бабушка придет с документами на квартиру, нежели она будет говорить, что у меня есть квартира, но на этом все. Да, желательно. Ну, если есть такая возможность, они этот, и люди приносят документы, то, как правило, нотариус... Разъясняют. Разъясняют, потому что это... Ну, продолжить, ну, там, пока консультируют, пока беседуют, потому что надо же понять, насколько человек понимает то, что он хочет сделать, и... Но даже если правоустанавливающий документ нет, не будет правоустанавливающий. Ну, это не периодично. Это тоже не проблема для составления завещания. Просто когда прописывается, например, та же квартира в завещании, то просто знайте о том, что нотариус в случае чего наследства... В наследство перейдет именно та доля в квартире, которая вам принадлежит. Но это вот касательно приватизированных квартир. Может выскочить ситуация о том, что наследодатель думает о том, что у него квартира ему принадлежит полностью, а потом, как оказывается, всего лишь и доля. Поэтому в наследство уйдет доля, даже если написано в завещании целая квартира. Как вариант? Приходить с документами, но если их не будет, то нужен с собой обязательно иметь паспорт. То есть паспорт это самое главное? Конечно, да. Без паспорта ничего не получится. Если есть льготы какие-то, там пенсионеры или инвалиды, то, естественно, нотариус освобождает частично. Да, но нотариальный тариф будет чуть-чуть другой. Чуть меньше. Есть у нас вопрос. Еще один вопрос. Дом и участок был завещание оставлен на шестерых членов семьи. Позвонила женщина. Сестра умерла. То есть все вступили в наследство. Значит, сестра умерла. Но прошел уже год, а вот родственники этой умершей сестры, они в наследство не вступили. То есть, как объяснила слушательница, одна шестая часть этого дома выпадает. Что делать? Ну, тут чуть-чуть непонятно, что значит выпадает. Потому что либо она вступила, эта сестра фактическим принятием, либо не вступила совсем. Сестра вступила. То есть она вступила, но не успела оформить документы. Да, наверное, так. То в ее наследство, ее одна шестая тоже переходит. То есть ее наследникам нужно... Они не вступили в наследство по прошествии даже года. Там тоже будет. Вот здесь будет вопрос фактического принятия. Вот, да. То есть здесь обязательно с этими документами нужно подойти к нотариусу, объяснить ситуацию. И я предполагаю, что нотариус скажет все равно завести наследственное дело после пропущенных сроков уже вот этой умершей сестры. И одна шестая перейдет наследникам живым, которые вступят в место нее на эту одну шестую долю. А это где все люди будут делать? То есть там же сроки-то уже все прошли. У вас в нотариальной конторе или это им в суд уже идти разбираться? Ну, здесь чуть-чуть нам непонятно. Все зависит от того, заводил ли кто-то из наследников это наследственное дело. То есть в любом случае к нотариусу подойти. Или было ли фактическое принятие наследства. В общем, если нас слушательница, наверное, сейчас слушает, если хотите, вы можете уточнить вот эти особенности, вопросы. Это к началу, к нотариусу. Однозначно к нотариусу, потому что, чтобы нотариус видел все, вот эту всю подоплеку. Тут, наверное, все-таки конкретное дело надо смотреть, потому что могут быть вопросы, могут быть нюансы. Наш любимый вопрос. Как лучше поступить? Дарение машины или завещание для дочери? Для дочери. Да, он вызывает смешно, но тем не менее. Кому лучше? Но тем не менее. Что такое дарение, что такое завещание? Еще раз давайте скажем. Дело в том, что если автомобиль будет подарен, ну, то поменяется собственник. И дочь станет собственником этого автомобиля уже здесь и сейчас. То есть вы на этом автомобиле вполне возможно уже ездить не сможете? Ну, опять же, если дочь отдать документы, сейчас заверить не нужно. Но собственность свою вы отдадите дочь. Да, и уже дочь будет являться собственником. Если же будет составлено завещание, то завещание действует, когда не станет уже наследодателя, и тогда уже в рамках наследственного отдела автомобиль в течение шести месяцев будет переоформлен. То есть шесть месяцев он будет стоять? Скорее всего. Теретически, да. Но есть документы. И уже потом по истечении шестимесячного срока получат документы дочь, пойдет оформит все это. Поэтому если такое желание есть и потреба есть, то лучше, конечно, дочери подарить автомобиль и не ждать, когда не станет. Потому что там вдруг появится еще кто-то на этот автомобиль, желающий. Ну, здесь просто автомобиль, когда автомобиль, источник повышенной опасности и передвижения, то, конечно, лучше его оформить на того, кто конкретно ездит, пользуется этим автомобилем. И если уже дочь катается и ездит на автомобиле, то, конечно, на нее лучше сделать договор дарения и оформить документы на собственника. Ей быть собственником. Тем более это будет только ее собственность. Это, ну, там доли супруга не будет. Это будет только... Опять же, то, что владельцем машины будет дочь, ни в коем случае не значит, что вы не будете ездить на этой машине. Ну, да, это не ограничено. Да, сейчас, да, опять же. Есть у нас еще один вопрос. Как отбывающий наказание может вступить в право наследования, если он не выйдет в течение трех лет? Ну, то, что мы сейчас говорили. То, что мы вот говорили. Вот Наталья говорила. В отношении таких лиц можно всегда подать в письменной форме в нотариальную контору заявление. Здесь только вопрос в том, что открыто уже наследственное дело, либо не открыто. Это можно у нас узнать на портале Bill Notary.bo, где вводится фамилия, имя, отчество умершего, дата смерти. И вы узнаете, заведено ли наследственное дело. Здесь обязательно нужно подать заявление в эту нотариальную контору, где открыто наследственное дело. Контору или нотариусу. Или нотариусу. В течение шести месяцев, еще раз повторюсь. И ежели такого наследственного дела не открыто, то по последнему месту жительства в любую нотариальную контору отправляете заявление и открывает нотариус заявление на основании вашего письменного заявления в простой письменной форме. А потом уже в последующем, когда вы придете в нотариальную контору, все необходимые статьи и нотариальный тариф вам будет уплачен и по истечении шести месяцев. Ну что, погнали вопросы. Да, давайте начнем сейчас. Первый вопрос от Валентины. У Валентины умер сын, у сына было два ребенка. То есть у Валентины два внука. У одного внука с квартирой все в порядке. У нее есть желание завещать квартиру второму внуку. Как-то первый внук может претендовать на это завещание, на эту квартиру Валентины или нет? Если она составит завещание, то претендовать не может второй внук. Здесь я так подозреваю вопрос в том, работает ли здесь обязательная доля. Правильно? Возможно и так. Поэтому тут хотелось бы подчеркнуть, что завещание у нас, конечно, все очень хорошо. Если вы составляете завещание, но имейте в виду, что если есть близкие родственники, супруг, дети, родители, то они могут претендовать на это наследство, которое завещали. И это называется обязательная доля. Чтобы вот эти все моменты исключить, то есть когда вы составляете завещание и думаете на 100%, что перейдет имущество назначенным наследником, то минус в том, что если сработает обязательная доля, перейдет не все. Поэтому в вашем случае, когда есть второй внук, он не является обязательным наследником. То есть даже если он и будет инвалидом, либо пенсионером, вне зависимости от составленного завещания, он все равно в наследство не вступает. То есть работает завещание на 100%. Ну, в данном случае пишем завещание и все, решаем вопрос. Еще один звонок. Два сына. Позвонила женщина. Два сына и квартира. Значит, есть ли смысл писать ей завещание, если она хочет, чтобы эта квартира в равных долях перешла двум сыновьям? Ну, если чисто только для своего успокоения. Да, для самоуспокоения. Тогда, конечно, можно написать. Но, в общем-то, такой большой необходимости в данной ситуации. Если нет других претендентов, скажем так, обязательно, если... Ну, лучше, понимаете, часто люди, которые уже в возрасте, они, некоторые пишут просто завещание для того, чтобы быть уверенным и спокойным, что никто не достанется, там, как они говорят, государству не достанется, там, еще кто-то не будет претендовать. Только тем людям, которые они хотят. Да, ну, не такое дорогое, там, на сегодняшний день, если это пенсионер еще там или инвалид, то это 20 рублей стоит. И нотариус. Да, и просто даже человек придет, проконсультируется. Нотариусы, как правило, когда... Что-то новое для себя узнает. Да, нотариусы, как правило, когда составляют, помогают составлять завещание, параллельно еще беседуют и рассказывают некоторые нюансы законодательства. Поэтому это лишним не будет. Так что... А вот давайте сейчас еще про завещание. Вот к этому же вопросу, который мы только что задавали. Если один из сыновей сидит в тюрьме, и в этот момент с женщиной что-то случается, вот с этой матерью. Ну вот, Наталья, я только что говорила о том, что можно просто... Написать? Написать просто обычное... Сесть, написать обычное письмо, направленное нотариусу, ну, по месту жительства наследодателя, и, в общем-то, никаких проблем. Заявите себе, что вы хотите вступить в наследство. Нотариус на основании этого заявления... А потом уже поистине никакого, до любого срока и любого. Если наша доля как всегда останется в наследстве, и нотариус эту долю не выдаст на основании вот такого написанного заявления. Если, тем более, заведено наследственное дело, то тому нотариусу, который завел. Если нет, ну, то тогда по последнему месту жительства желательно отправлять. Потому что, как правило, там и завещания бывают. Люди, как правило, не идут писать завещание на другой конец города, если это брать Минска, пишут там, где проживают. Есть у нас еще был один вопрос. Не один, кстати говоря. Во-первых, Анна Викентьевна... Ну, подожди, я про дарение хочу. Хорошо, хорошо, нюанс. Когда звонила наша слушательница, сказала, что подарила имущество, а теперь хотела бы... Сыграть обратно. Ну, в общем, сыграть обратно, да, отозвать этот подарок. Вот это как раз-таки тот случай по нашей теме, когда лучше всегда написали завещание, и вы знаете, что вы остаетесь собственником до конца ваших дней. Если же вы подарили, то, ну, просто уже попрощайтесь с вашим имуществом, потому что вы сделали такой жест доброй воли, вы свое имущество отдали. То есть, если вы неумерены в наследии, как до конца, то, наверное, тогда лучше не дарить. Да. Составить завещание, и все. Анна Викентьевна задавала вопрос, значит, вначале у нее была квартира в Октябрьском районе, она написала завещание, потом она эту квартиру продала, купила квартиру в Афрунзенском районе. И что с завещаниями? Ну, что с завещаниями? Надо писать новое завещание. Новая квартира. Да, новая квартира, новое завещание. Я думаю, такая отметочка в том, что если вдруг составлено было первое завещание на все имущество, то все имущество, как мы объясняем... Не конкретно на квартиру, а на все имущество. Как мы объясняем, все имущество, оно работает на любое другое имущество, которое вы приобретаете в будущем. Если же вы конкретизируете конкретное имущество, пишете, то, конечно, если вы его продали, то как оно может уходить в наследство, если его уже попросту нет. Поэтому если было только завещание написано на квартиру в Октябрьском районе, то на фрунзенскую контору нужно писать новое или наоборот. Да, ну не распространяется на новую квартиру. А если было написано на все имущество, то никуда ходить не нужно и писать не нужно, уже все автоматически. Да, и как правило, когда нотариус составляет, составил завещание, заверил и уже человек уходит, нотариус всегда говорит, что завещание вас ни к чему не обязывает. В любой момент можете отменить, изменить, написать новое. Каждая последовательность. Простите, да, но опять же, надо думать. Да, ну надо думать всегда, да. Вопрос еще один, вот смс нам прислали. Мамин дом по завещанию. На этот момент, я так понимаю, на тот момент, когда она... Принимали завещание, женщина была замужем. Видимо, сейчас не замужем. Мужу положена ли доля? Если это имущество было приобретено в период брака. Да, то есть она получила по завещанию этот дом, видимо, в период брака. Нет, если она получила уже по завещанию в период брака. Ну, от мамы, вот была замужем, и мамин дом она унаследовала в этот момент. Супруг имеет, в этом случае получается, супруг вступает в наследство только тогда, когда у него статус супруга. Если он уже не супруг, то есть они развелись, то он просто не наследник. То есть, опять же, наверное, уточнить нюанс. В тот момент, когда дом переходил по завещанию, вот когда она вступала в наследство, она была замужем. Потом развелись. И вот... Неважно, она же получила его по завещанию. Она получила его наследство. Она унаследовала. Да, она его унаследовала. Все, что мы приобретаем в период брака или по договору дарения, это является только собственностью одного из супругов. Неважно, в браке они в браке, но это только ее собственник. Здесь уже больше дальше работает вопрос, будет ли этот супруг наследником после смерти супруги. Так и вот я хочу подчеркнуть, что когда они в браке, то он наследник после ее смерти. А если же они не в браке, то бывшие супруги они не в браке. Какой-то дядька вступит. Да, ну если только она не составит на него завещание, даже если они находятся в разводе. Потому что такое тоже бывает. И люди часто составляют... Ну, точнее, не часто, но и составляют и такие завещания. Ну вот такой правовой понедельник у нас сегодня получился. Интересный, да. Интересный, да, насыщенный. Спасибо огромное за, как всегда, чудесные, компетентные ответы на вопросы слушателей. Я думаю, вопросы у наших слушателей все равно остались. Мы всегда готовы помочь. И по поводу шести месяцев вновь напомним им, что в течение... Я думаю, что можно эту тему освещать множественное количество раз. Ну, в любом случае, мы всегда говорим о том, что если у вас есть какие-то вопросы, лучше прийти на консультацию к нотариусу, проясните их для себя и дальше уже принимать решение. Нотариусы как раз те юристы, которые постоянно занимаются наследственным правом. Поэтому, если хотите более такую из первых уст людей, которые занимаются этим, то мы как-то рекламируем даже свои профессии. Правильно делаете. Приходите к нотариусу и решайте все свои вопросы. Наталья Друсь и Игорь Былинский. Сегодня такие спикеры были в нашей студии. Ну, а нам время вновь паузу объявлять. Соправду и так. Право понеделок завершены. Али, мне так подается, Раница с Белорусским Радио протягивается. Раница с Белорусским Радио. С устракаем новый день разом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова